Ну, я считаю, что реально далеко от реальности альтернатива этих игр, потому что нужно было их организовать в одном городе, вот есть Казань, где все спортивные сооружения есть, и они готовы были принять с радостью любые соревнования, которые там соревнования не проводились, они проводились на высшем уровне. Взять ту же в прошлом году чемпионат мира по плаванию, универсиаду с блеском провели, и у них много спортивных современных сооружений, это недоработка главы Минспорта Мутко, который над этим фактически не работал, чтобы создать эти альтернативные игры. Вот тогда бы были они альтернативные, а то одни в Новогорске, другие на озере Круглым, другие на Севастополе, это как галочка для отчета. А так, то, что спортсмены полностью выкладывались, это от них не отнять, они четыре года готовились к этим соревнованиям. Для них это, как говорится, жизнь, их жизнь, и они показали все, что могли, рекорды мира, молодцы, приветствовать нужно. Но могли бы сделать именно альтернативные игры. Как вот делали игры доброй воли, помните, когда от Олимпиады по причинам политическим не поехали, устроили игры доброй воли, пригласили других спортсменов из разных стран, и все прошло великолепно. Я вот не считаю, что это получилось альтернативой. Президент Паралимпийского комитета, господин Лукин, он сразу откликнулся, когда только узнали, только слухи пошли, что паралимпийцы могут отстранить. Чего не делал Мутко, который в декабре приезжал президент в Сочи, и ему сказал, что проблема там с допингом, что нужно наладить в хозяйстве порядок, где он обещал, да-да-да, все это. Ну, а у нас как, авось пронесет, но не пронесло. Надо было работать с декабря над этим, работать и посылать полно в спорте юристов любых, взять юристов иностранцев, которые бы работали над этим. А что это получилось, что Исимбаева едет в Лозанну просить, олимпийский чемпионка едет в Лозанну просить, чтобы ее допустили до игр. Это чиновники должны ехать и говорить. Тот же Мутко поехал бы и сказал бы.